Для нашего блюда нам потребуется 200 грамм овсянки. Это овсянка быстрого приготовления. Сюда же мы добавляем 200 миллилитров молока. Всем привет! Добавляем немножко соли, щепоточку, и немножко перца для вкуса. Это самый, наверное, простой и более-менее такой завтрак, который может понравиться любым. Теперь тщательно венчиком перемешиваем и даем постоять 5-10 минут, чтобы наша овсянка набухла. Все, мы перемешали. Теперь ждем, когда настоится овсянка. 5-10 минут ждем. Все, наша смесь уже, смотрите, набухла. Теперь добавляем сюда 2 сырых яйца и добавляем сыр моцарелла 30 грамм. Тщательно перемешиваем и даем постоять еще минутки 2. У нас должна получиться однородная масса. В принципе, вот, как яйцо у нас полностью размешается, уже будет готово для использования. Теперь берем сковороду и наливаем немножко растительного масла. Прям немножко. Так как у нас с антипригарным, то, соответственно, нужно совсем немножко. И края все тоже очень хорошо промазываем. И ждем, когда наша сковорода нагреется до 200 градусов. Ждем примерно минутки 2. Сковорода готова. Теперь аккуратно вливаем тонкой струйкой нашу смесь и распределяем ее по сковороде. Вот такой же красивый блинчик у нас получился. Распределяем и накрываем крышкой. Жарим ровно 7 минут. Огонь самым не был. Примерно 7 минут. Вот теперь берем с помощью крышечки и переворачиваем наше блюдо. И жарим также еще 5-7 минут. Красота у нас вот начала получаться. Красота у нас получается. Теперь добавляем немножко сверху. Сыр у нас теперь другой. Не моцарелла, обычный, который плавится. Можно сметанковый, можно российский. Без разницы, как вам удобно. Все, накрываем еще на 2 минутки наше блюдо. Вот такой полезный завтрак. Вот она снизу даже немножко поджарилась. Самое идеальное для детей, особенно если они не хотят есть вашу овсянку. Вообще такое блюдо можно, по идее, сделать с любой крупы, которая только есть. Вот смотрите, такая вкуснота у нас. Вот она пропеклась прекрасно. Еще хотела сказать, вот мы сегодня собрали смородинку. Обязательно кушайте смородину. Почему? Потому что она является самым богатым источником витамина С. Но консультация доктора обязательно. Вот когда был коронавирус, мы спасались именно смородины. Если у вас какие-то головокружения, тоже можете кушать черную смородину. Запасайтесь ею заранее обязательно на зиму. Мы всегда покупаем где-то килограмма 3-4 на зиму и делаем, просто перетираем ее с сахаром. А как сделать варенье из смородины, я прикреплю сейчас ссылку и посмотрите. Также аналогично малина, тоже кладезь витаминов. Вот такой прекрасный завтрак. Мира и добра. Будьте здоровы, готовьте с удовольствием. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok